Меня уже несколько раз просили, убедительно просили высказаться по поводу Вячеслава Мальцева и его канала Артподготовка. Я знаю, что это очень многим не понравится. В России очень много мечтателей, людей наивных, которым хотелось бы верить в какую-то сказку. Например, нынешняя сказка в России называется «Пятая, одиннадцатая, семнадцатая». Но я все-таки выскажу откровенно то, что я считаю по поводу этого удивительного человека, который неожиданно появился в интернете, а затем сразу же замелькал на центральном телевидении в 2016 году во время парламентских выборов. Первое, что обычно говорят о Вячеславе Мальцеве, то это такое расхожее клише, что некий такой простой мужик, такой, так сказать, от сахи, очень сильно страдает о проблемах России всей душой и готов все там перевернуть с ног на голову, даже готов стать президентом России. Честный, смелый, отчаянный мужик. По поводу его честности будет отдельный разговор, а пока хотелось бы разобраться, является ли он вообще на самом деле таким простым мужиком, как все о нем думают. В интернет-сети очень много открытой информации относительно Вячеслава Мальцева, плюс он еще большой болтун и сам очень много о себе успел наговорить. Никогда в жизни простым мужиком Вячеслав Мальцев не был. Это такой потомок номенклатурных работников еще при совке. Его папа работал в МВД, потом всю свою жизнь преподавал в юридическом институте, куда и впоследствии пристроил, конечно, и сыночка. То есть сыночек учился в том же самом институте, где преподавал папа, только на вечернем отделении. Видимо, на дневное мозгов не хватило, может быть еще по какой-то причине. Но уже сам факт того, что сын учился там же, где преподавал отец, ну, лично меня это немножко настораживает. Дальше он закончил свой институт, и у него началась очень бурная деятельность. Он служил на границе в пограничных войсках, потом поработал ментом. Как сказал справедливо, Саша, сотни бывших ментов не бывает, но Вячеслав Мальцев доказывает, что это не так. Еще в конце 80-х годов отец Вячеслава Вячеславовича, Вячеслав Иванович Мальцев, создал первое в Саратове ЧОП, частное охранное предприятие под названием «Аллегра». Ну, мы помним в 90-х годах, чем подобные фирмы занимались. Естественно, они контролировали весь нарождающийся бизнес и рестораны, кооперативные ларьки и все остальное. Никогда в жизни бедной эта семья не была. Более того, по газетам 90-х годов, клан Мальцевых считался одним из самых влиятельных и богатых в Саратове. Отец и сын всячески помогали друг другу пробиться во власть. Сначала в 94-м году сам Вячеслав Мальцев стал депутатом Думы Саратова, а затем в 95-м году организовал им компанию для своего отца. Будучи депутатом, Мальцев снискал себе роль этакого саратовского Жириновского. Над ним все немножко подшучивали, потому что он придуривался, говорил всякую чушь и вообще был таким типичным популистом. Сегодня скажет одно, завтра скажет другое. По большому счету этот принцип остался у него и до сих пор. У внимательных наблюдателей за творчеством Вячеслава Мальцева есть огромные досье, где он все время противоречит сам себе. Еще позицию о Крыме. 18 числа, когда Крым, так скажем, 16-18 переходил в марта, я эту позицию открыто пояснил на артподготовке. Мы выступили с Эдиком против, выступили с официальными заявлениями, но канал ОМТВ и другие почему-то это не показывают, а показывают какие-то разговоры, которые были до того, как убежал Янукович. Это была досужая беседа, откуда вырвана, в то время, когда у власти находился Янукович. То есть это не какое-то официальное заявление Канала или Мальцева. Что будет с Крымом? Вопрос. Хороший вопрос. Для меня это тоже загадка. Во-первых, мы говорили уже о том, что если Путин не был бы Путин, то Крым уже вот по прошествии стольких дней вот этого Евромайдана уже был бы русским, уже российским. Почему? Потому что для того, чтобы он стал российским, он является автономией, все прекрасно знают, необходимо было принять просто Декларацию независимости, причем о национальном суверенитете. Как угодно ее можно было назвать. Главное, чтобы собрался парламент, принял такой документ и поставил вопрос на референдум. Референдум мог бы обеспечить российский флот, находящийся в Севастополе. Точность референдума и все. На референдуме сказали, ну не хотим, мы сами хотим жить по себе, там самостоятельно хотим и все. Ну а дальше уже за Крымом, конечно, потянулись бы определенные там области, которые находятся вдоль границы России. Ну то есть Донецкая область обязательно и так далее. Ну, Одесса, безусловно. Это однозначно, что если там были проведены референдумы, Черноморск бы стал вольным городом. Надо спросить у ОМТВ, у всяких этих придурочных дальнобойщиков, который два года занимался только тем, что вот эту вот запись нашел, откуда-то вырвал и везде ее таскал. Ну засунь ты ее в жопу себе, эту запись. Че я могу пояснять? Тогда мы можем и за Крым побороться уже. Крым вообще надо забирать. Вот сейчас Крым надо забирать. Если бы мы были у власти, мы бы его сейчас забрали. Эти люди, они жуют сопли, они не могут этого сделать, потому что как Путин заберет Крым? Он никак не может забрать. На него там столько всякого дерьма у этих ребят. Его сразу тогда высветят и здесь же его похоронят. А он боится, он хочет удержать власть. Там, тамошние ребята для него не враги. Враги для него здесь. Он нас боится. Который с Турцией хотя бы на равных может разговаривать. А здесь что получается? Если завтра там начнется, они будут самостоятельны. Кто? Русские кинутся к Путину, эти к туркам. А тут еще и хохлы прибегут со своими этими самыми. Еще там будет просто военная площадка, что ли? Ну, значит будет так. Но в любом случае отдавать свое не имеет смысла. Я не знаю. Я не знаю. Я в данном случае настроен, что в России вполне готова. Не Путин, я имею ввиду, а Россия как страна вполне готова выставить потребное количество бойцов, которые способны воевать в Крыму. Я сам готов поехать, сам готов воевать с кем угодно. С турками, с татарами, с хохлами. С кем угодно готов воевать на территории Крыма за то, чтобы Крым был русским. Теперь, после изменения режима, что бы вы сделали с Крымом? Отдали Украине, оставили в России или что-то другое? Я считаю, что земля принадлежит тому народу, который на ней живет. То есть это должен реально решать народ. Но то, что было сделано, было сделано неправильно. Поэтому здесь мы можем решить только трехсторонним путем. Путем договоренности с теми людьми, кто живет в Крыму, но не с гоблинами и так далее. С крымскими татарами, включая. Так как они тоже в населении. Ну, есть там такие люди. И, значит, с Украиной, конечно, и с Россией. Я сам готов поехать, сам готов воевать с кем угодно. С турками, с татарами, с хохлами. С кем угодно готов воевать на территории Крыма за то, чтобы Крым был русским. Я стопроцентный русский националист. И я смотрю на то, что хорошо для русского народа. И вот в настоящий момент я вижу, что Майдан – это хорошо для русского народа. Как это ни парадоксально. Ну, во-первых, потому что показывает путь для нашего народа. Это первое. Второе. При определенной ситуации даст возможность юго-восточной области отжать. Вот уже сейчас реально можно отжать Крым. Это то, что мы говорили. Я далек от мысли, что, как в Переславской Раде, навеки с русским народом, далек я от этой мысли. То есть те области, которые были под поляками и под австро-венграми, ну, они, наверное, потеряны навсегда для нас, для России. А России нужно собирать земли русские. Как их собрать? Для того, чтобы собрать, нужно прежде расколоть. Вот это главный вопрос, о котором никто не говорит, поскольку все за суверенитет и территориальную целостность Украины. Но я против суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому я уж точно не западник. Когда я говорю, что нужно Крым забирать, тогда я говорю, что нужно юго-восточную Украину забирать. Да и Киев забирать. Киев никогда не был украинским городом. При царе-батюшке столице Украины был Хай-Киев. С гербом Харькова была шестиконечная звезда, если кто послал. Киев русский город был. Какой-то, о чем речь вообще, о какой Украине. И что ли? Перед кем я должен оправдываться? Кому я что должен? Идите нахуй! В 2001 году Вячеслав Мальцев становится учредителем партии «Единая Россия» и всеми своими мальцевскими силами призывает людей голосовать за эту партию. А в 2002 году он становится депутатом Саратовской областной думы третьего созыва от «Единой России». У всех на устах связь Вячеслава Мальцева с Вячеславом Володиным, нынешним спикером Госдумы. Скорее всего, под этими слухами действительно есть конкретная почва. Дело в том, что Володин также выходец из Саратова и был когда-то вице-губернатором, заместителем губернатора Аяцкого или Аяцкого. Я не знаю точно, как ставится ударение в этой фамилии. Известно, что у них был конфликт. В данном случае Володин подсиживал Аяцкого и рвался изо всех сил в Москву. Это ему удалось. Известный карьерист сам Аяцков после сказал, что кадровый выбор в пользу Володина был его самой большой ошибкой в жизни. Вячеслав Мальцев не скрывает, что в Москве у него есть близкие друзья. Он буквально говорит о том, что у него есть один близкий друг чуть ли не с детства и еще два человека, фамилии которых он не называет, которых он знает с молодости и дружит с ними больше 20 лет. Возможно, в этом заключается секрет того, что Вячеслав Мальцев не арестован, не сидит в тюрьме, а в общем-то вполне себе процветает. Из действующих руководителей страны, ну, так сказать, один мой бывший близкий друг, а другие очень хорошие знакомые, трое, с которыми я дружу, с некоторыми по 20 с лишним лет дружил. Вячеслав Викторович не идиот, он такой вот на этом корабле старший механик. Он отвечает за все, чтобы все работало. Он всегда, при всех начальниках, он очень хороший, он очень любит начальника до того момента, пока его не съест. Остальных как-то меня не интересует, меня интересует капитан корабля, которого надо уконтропупить, а потом все будет нормально. Посмотрим. Так что Володин в данном случае наш помощник и по путь. Итак, за время своей бурной деятельности и почти 12 лет нахождения у власти в Саратове, Вячеслав Мальцев побывал членом различных партий, в том числе Блока Явлинского, Партии самоуправления трудящихся, Народная воля, Партия Отечества, организованная Володиным, далее Единая Россия, затем он был членом партии КПРФ, затем входил в Народный Альянс и его последний гамбит – это партия Парнас, от которой он выступал в 2016 году и, кстати, этим своим выступлением окончательно прикончил эту партию, по мнению множества экспертов. Конечно же, Мальцев – талантливый манипулятор и харизмат, но это более чем бесполезный человек для нормального демократического будущего России, если в этой стране вообще такое будущее будет. Почему эта фигура существует и почему ее поддерживают так или иначе люди из Кремля? Прежде всего, мы все увидим, как в 2018 году Вячеслав Мальцев, конечно же, будет выдвигаться президент России. Прошу считать меня кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах, которые состоятся нам безразлично, когда, то ли в сентябре, то ли в следующем году и так далее, но для того, чтобы навести нашу политическую борьбу, нам это нужно. Понятное дело, никаких шансов у этого клоуна нет, но в этом-то и дело он просто должен участвовать и своим участием легитимизировать эти выборы, чтобы показать, что якобы в России может выдвигаться любой фрик, даже такой, как Вячеслав Мальцев. Второе, в чем полезен Вячеслав Мальцев, Вячеславу Маловолодину, в том, что в случае чрезвычайной экономической ситуации его можно включить в качестве так называемого народного лидера, который может создать своего рода русский Майдан. Это было бы здорово, но просто цели у этого Майдана другие. Скорее всего, если прибегнут к услугам Вячеслава Мальцева и действительно начнут финансировать какую-то революцию в России, то Вячеслав Мальцев, сделав грязную работу, отдаст власть в руки своего господина Вячеслава Володина, а сам, естественно, займет одно из достойных мест, в том числе два его сына Валерий и Роман также выдвигались кандидатами от партии Парнас, и он всячески старается их затолкать во власть, как в свое время это делал с ним его отец. Проблема русской оппозиции заключается в том, что она не объединена, что она разбита на множество лагерей, и вот как раз Вячеслав Мальцев и играет роль того, чтобы эта ситуация усугублялась. Поэтому никаким простым мужиком Вячеслав Мальцев не является, это достаточно богатый человек, который владел двумя чопами, Альянс и Витязь, владелец нескольких фондов, мне удалось в интернете найти пять таких фондов, которыми он занимался, ну, естественно, непонятный бизнес в 90-х и так далее. Верите ли вы этому, это ваше дело? Факты остаются фактами. Вячеслав Мальцев очень грозный мужик, он вообще всем угрожает, кто так или иначе его критикует или сталкивается с ним. Вот что он говорит, например, в адрес профессионального журналиста Саши Сотника, которого лично я очень уважаю, хотя бы потому, что Сотник объективный журналист, он почти ничего не прибавляет от себя, а показывает ситуацию в России такой, какая она есть, и дико раздражает такого мужика, как Вячеслав Мальцев. Вот меня тут этим Сотником затрахали, блядь. Кому верить теперь, Мальцеву или Сотнику? Вы этого Сотника каждый день полтора часа перед собой видите? Вы видите, он вам что-то там снимает, блядь, и показывает. Может, мультики еще вам нарисуют. Верьте мультикам. Я с вами каждый день полтора часа. Три года вот будет в июне. Если я что-то в чем-то хотел бы соврать, меня бы давно уже уличили 150 раз. Все меня это вывело из себя. Мне пишут люди какие-то про этого суда какого-то тысячника. Затрахал этот тысячник меня уже. Сидит Мальцев в Саратове и не высовывается, и вообще ничем не занимается. Чисто лезет только на федеральные места. А я чем должен заниматься? Взять лопату, пойти грузить говно или что? А сотня-то чем занимается эта гребаная? И вдруг появляется говорящая голова Мальцева, который говорит исключительно о себе. И это интересно. Блядь, ну все, разрыв мозга происходит у человека. И при этом набираются новые, новые, новые. Ну, конечно, зависть, безусловно. Вот этот тысячник, вот он зря разгневал меня. Я честно скажу, зря. Не надо, не буди. Лих, пока оно тихо. Ничего хорошего тебе этот тысячник не сулит. Я тебе отвечаю. Ничего хорошего не сулит. И потом, если кто-то будет спрашивать, называть вот эту фамилию тысячника, это прям сразу баню нахер. Любовь. Потому что там что-то сотник, сотник, сотник. Почему лично я не верю Вячеславу Мальцеву? Потому что он пытается позиционировать себя, как умный человек, вешает людям лапшу про 5-е, 11-е, 17-е, и при этом либо не понимает, либо делает вид, что не понимает, что никакой революционной ситуации в России на данный момент нет, и никакая революция в России невозможна. Еще в школе нам преподавали, что революционная ситуация возможна при двух основных условиях, когда низы не хотят, а верхи не могут. В России и низы хотят, и верхи могут. Нужно быть совершенно слепым, чтобы не видеть, какова сейчас ситуация в России. Конечно, рейтинг Путина накручивают, наверняка он не составляет 80%, но и это не 10-12%, как было у Бориса Ельцина. Рейтинг Путина стабильно держится, по мнению всех, даже независимых экспертов, на цифре 56-63%. Путина сейчас поддерживает большинство российского населения, не только пенсионеры, но и работающие люди. Да, в России тяжелая экономическая ситуация, но все еще нет того момента, как это было в 90-х, когда люди годами не получали зарплату, когда вообще нечего было есть, и все сбережения людей исчезли, сгорели, испарились. Пока еще такая ситуация не наступила. Даже тот же Саша Сотник, проводя многочисленные опросы на улицах Москвы, показывает вполне себе довольных, хорошо одетых людей, которые надеются на будущее России и верят в ее величие. Прежде чем эта ситуация изменится, пройдут годы. Давайте вспомним немножко историю России. В 1917 году, как мы знаем, произошел переворот, но до этого уже в России существовало множество партий, которые изо всех сил стремились сместить монархию в России. Это были и меньшевики, и эсеры, и социал-демократы, и анархисты, и большевики в том числе. В 1905 году все наблюдатели фиксировали революционную ситуацию в России, которую, мы знаем, началась с кровавого воскресенья. Итак, с 1905 года до 1917 года 12 лет эта ситуация назревала, и только потом разрешилась государственным переворотом. За это время, начиная от последнего сопливого студента и кончая крупным банкиром, все хотели свержения монархии в России. Наблюдаем ли мы сейчас в России подобную ситуацию? Нет, этого близко не наблюдается. Посмотрите на Венесуэлу, где люди уже несколько лет стоят в очередях за мылом, туалетной бумагой, солью и сахаром. Они выходят постоянно на митинги и пытаются уже несколько раз сместить свое правительство. Удается ли это Венесуэле? Нет. Так вот, прежде чем произойдет смена власти в России, если она вообще произойдет, массовые митинги, выступления, недовольства должны быть по всей стране, и мы должны каждый день слышать о таких вещах. Но ничего подобного не происходит. Россия существует, как она существует, потихоньку загибается от санкций и своих экономических проблем, но революционной ситуации все еще нет. Более того, власть сильна, у президента есть не только армия, но еще и Росгвардия. В случае, если тот и другой механизм не помогут, потянется через несколько дней специальная армия Рамзана Кадырова, пехотинца Путина, поэтому у власти есть все рычаги давления и власть, что говорится, может. Поэтому Вячеслав Мальцев, вот просто так выстреливающий воздух словами 5-го, 11-го, 17-го, либо он полный идиот, и он не понимает, что никакой революции не будет, либо он просто разводит людей, как последних лохов. Я понимаю, что очень сильно хочется верить, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, и все взмахом палочки волшебной произойдет, сказочные изменения в стране. Русские очень сильно смеются над украинцами, которые одевали кастрюли на голову для того, чтобы остаться в живых. Так вот, русские думают, что обойдутся без всего этого. Им не придется похоронить сотню или две тех, кто будут бороться с этим режимом, им не придется проливать кровь, им вообще не придется никак бороться. А появится вот такой вот слава Мальцев и сделает им красиво русскую революцию, которая принесет за собой богатую, сытую, свободную жизнь. Но нет, господа. За свободу надо бороться. И это долгий процесс. Если он и начнется когда-нибудь в России, то назреет как минимум через 10, а то и через 20 лет. Хочется верить Вячеславу Мальцеву, верьте. Лично я ему не верю. Для этого он и исчез сейчас из России, чтобы хоть как-то объяснить, почему 5-го, 11-го, 17-го в России не состоится никакая революция. Естественно, на своем канале он расскажет всем, что его так сильно зажимают. Возможно, он назначит новую дату, например, 6-го, 12-го, 2018-го, для того, чтобы люди снова верили. Ну, а люди хотят верить. Люди же должны во что-то верить. Они же люди. Убрать Черноморский флот из Севастополя. Потому что это будет вызывать колоссальное напряжение. И чтобы этого не произошло, придется его убрать сразу, в первый же день. В Новороссийской все. Потому что, ну, с точки зрения стратегической, он там никакого... Референдум мог бы обеспечить российский флот, находящийся в Севастополе. Точность референдума и все. Это какой-то позор? Рецепт. Продолжение следует...